здравствуйте друзья у нас снова тема о хлебе хлебе цельнозерновом я посмотрел свой инстаграм посмотрел друзей своих оказывается сейчас половина моих друзей уже все хлеб такой едят такая мода на него стало что ну я не знаю самая актуальная сейчас тема цельнозерновой хлеб вот вот смотрите у нас вот хлеб который вчера мы пекли вчера было 6 буханок сегодня вот столько осталось это уже наверно меньше чем половинка одной буханочки ну получается так что друзья заходят дети заходят и вот так вот 6 буханок осталось 0,5 буханки вот ну хлеб когда конечно поешь такого хлеба то конечно магазины есть не хочется сегодня наверное мы будем снова печь хлеб а что делать не бежать же магазин за булками вот еще что я хочу поделиться какой информации вот мы были сегодня нескольких магазинах в том числе евро опти и обнаружили что цельнозерновой муки магазине нет вот есть только мука пшеничная первого сорта высшего сорта и экстра вот такая вот упаковочка вот вот она стоит почти 5 рублей вот я бы не сказал что это так и дешево вот но это для это мука для булочек вот но мы тоже иногда булочки тоже выпекаем но больше всего лет цельнозерновой на закваске вот вот еще у нас такая мука есть вот тоже недавно купили так что есть написано пшеничная цельнозерновая рубашка рубашка вот туда тоже какая мука да и она такая она не белая как допустим высшего сорта она такая вот серенькая получается вот еще есть мука есть такая столичная вот тоже ржаная цельнозерновая вот это вот еще есть у нас мука какая ой это высший сорт все это значит вот оно самое интересное что я обнаружил что мы зашли в новый магазин и там появилась новая мука мука новогрудского завода вот и представляете сколько она стоит упаковка 1 килограмм стоит упаковка 1 килограмм стоит 3 рубля 25 копеек задумайтесь за упаковку 1 килограмм 3 рубля 25 копеек это цельнозерновая жаная 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 мука вот я как посмотрел все мне сразу желание пропало ее иметь потому что у меня есть возможность ее самому намогуть вот смотрите килограмм муки стоит 325 килограмм зерна стоит 25-30 копеек то есть получается на мы экономим на одной пачке 3 рубля а умножьте там допустим сколько вы печете зависимости от того сколько вы печете то есть вы за полгода можете сэкономить денег на мельницу которую вы будете сами печь сами будете делать муку в домашних условиях вот вот такой вот сегодня мы сделали вывод что в магазинах не совсем такая мука как нам хотелось бы но самое главное что вот эта мука вот мы сейчас которую посмотрели она производство сентябрь сентябрь 2021 год то есть четыре месяца четыре месяца она магазине птухла что может быть с нее какой-то может быть запах никакого не будет вот поэтому все рекомендую выпекать со свежей муки вот поэтому хотите свежую муку значит нам вам нужно приобрести мельницу тут вариантов нету вот так что убираем и клевушек убираем эту муку и еще и не хочу показать немножко свою мельницу вот как меня возникла идея прибыть сделать такую мельницу посмотрел информацию в интернете есть несколько человек которые ну да тоже сделали берегеют есть так называемый по поиску на ютюбе наберите береге и мельница и увидите как он делал эту мельницу он делаю два месяца и мало того что он сделал ее все кое-как при первом пуске у него сгорел этот мотор поэтому он ищет новый мотор вот я решил что мне такая мельница сложная не нужна все гениальное просто и покупать не мельницу кома за 1510 долларов ну мне тоже как бы сказать не очень хотелось бы вот я уже лучше буду тогда ездить по магазинам искать так ту муку которую мне надо вот поэтому я решил сделать такой агрегат чтобы ну домашних условиях чтобы она была компактная дизайн чтобы был такой более-менее был вот давайте немножко еще чуть немножко о ней расскажу подробнее вот этот агрегат он весит где-то около 9 килограмм сделал он с фанеры конечно у меня есть недостатки такие которые допустим не актуальны допустим я сделал корпус с фанерой некоторые модели кома тоже делаются с фанерой ну там ее красят эту фанеру мне достаточно того что она меня свеженькая такая вот беленькая и она очень легко разбирается сейчас я вам это покажу инструмент вот крестообразная отвертка сейчас я раскручу ее вот такой вот вернее саморез 3 я собрал уже несколько таких не низ и она и 1 1 1 не похоже все зависит от того где меня получается приобрести моторчик вот такой вот мотор я приобрел приобрел его я на рынке прямо на рынке в новичок рынке вот ну конечно и и и надо надо было дорабатывать вот там внутри еще находится вот такой беленькая бабочка это конденсатор без него она плохо работает она стартует плохо вот конденсатор мотор здесь 370 ватт это принципе нормальная мощность потому что классификации вот это вот импортная там где указывают допустим еще 200 ватт вот сейчас как показывают пылесосы 1200 ватт 1800 ватт на там реально 400 600 ватт максимум потому что советские пылесосы такие же были мощность 600 ватт сейчас уже пишут 1600 ватт 1000 ватт добавляют и получается что уже такие мощные моторы на самом деле все зависит от того какие размеры мотора вот здесь мотор такой я скажу что ну неплохой вот я покажу какие нюансы есть а да вот отверстие для подачи зерна вот конечно в кома там такая чаша большая но за чашу еще 500 долларов платить я тоже не очень-то хочу поэтому я просто купил магазине несколько воронок вот такие вот вороночки но они показались немножко не такие как не надо вот для зерна принципе они годятся вот но отверстия них очень маленькие стандартные лей такие вот лейки они имеют очень маленький диаметр вот они все красивые допустим раз все стоит вот когда я не работая вынимают лейку и все вот дальше сам контейнер вытащим вот контейнер полипропленовый вот он очень эластичный и и прочный я бы сказал что очень прочный здесь он сделан так сделан он плотно защелкивается прямо то есть здесь ни одна пылинка с этого бокса не уйдет то есть пыли дома никогда не будет вот дальше что еще ну что еще что еще ну это мельница нуждается налаживание налажены потому что если взял сделал такую мельницу то изначально надо сделать регулировку регулировку расстояние между жерновами у здесь имеется два жернова вот один жернов вращается другой неподвижный вот в этих жерновах есть ямочки куда попадает зерно и она перемалывается после перемалывания вот она между этими двумя жерновами на разлетается по контейнеру полностью контейнеру и собирается внизу контейнера и через это вот отверстие вот она выпадает прямо в тарелочку но час немножко остается ну и и можно там потом остатки все собрать так вот так что моя моя на ухаву еще пока в интернете ни у кого нету я и единственный автор такой вот конструкции поэтому могу с удовольствием рассказать более подробно кто хочет создать такую конструкцию вот смотрите вот она вращается вращается жернова а если открутите вот так вот мы открутим сейчас и здесь вот открутим 4 направляющих мы раскручиваем когда мы их откручиваем расстояние между жерновами становится больше вот так вот видеть вот большой зазор по и прочее все то есть на таком раз когда жернова находится на большом расстоянии они уже не муку делают они делают крупу вот дальше чтобы сделать муку нужно четыре болта закрутить вот и включить мельницу и потом регулировать уже плавненько в каждую гаечку подкручивать расстояние чтобы было минимальное расстояние между жерновами и когда будет у вас мука тонкого помола вот такая вот конструкция так что здесь это этот узел такой как бы сказать больше для мужчин нужен вот они должны немножко здесь поработать настроить настроить расстояние между жерновами все дальше мы закрываем верхнюю крышку тоже здесь саморезы фанера у нас средней толщины вот очень прочная я делаю такие вот прочные здесь усиление рейки есть такие рейки которые которые усиливают конструкции закручиваем все болты саморезы вернее вот и мукомолка готова наша к работе а еще контейнер два отверстия надо сразу ориентироваться нижние отверстие это для муки для выхода это для входа вот так вот подходит заводим и смотрим вот так вот защелкиваем вот все вот теперь получилось что нашим лениться готова к работе вот следующих роликах я еще немножко сделаю записи когда как я что-нибудь могу вот но основное назначение это цельнозерновая мука цельнозерновая мука для хлеба вот так что все пишите на вайбер вот и с удовольствием вам помогу и с продажей из изгот самостоятельным изготовлением вот такой мельницы который вас через полгода окупится вот если вы не будете покупать муку будьте самостоятельно изготавливать все всем пока пока